Они шумят, галдят и пихаются. Раз в год в театре драмы встречают необычного зрителя. Как правило, сюда ходят люди постарше. Игорь Боголей сегодня один в двух лицах. Для детей он Дед Мороз, для артистов режиссер. С супругой Любовью Воробьевой он уже третий год ставит новогодние спектакли. Игорь говорит это правильно. Маленький зритель когда-нибудь вырастет. Мы их привлекаем к театру, приучаем к нему. Среди них вырастают любители театра, а кто-то будущие артисты, наверное, будут. И тогда, конечно, это какой-то момент того, чтобы этап их подготовки. К выбору детской пьесы в драме относятся по-взрослому. Никакой самодеятельности, только качественная литература. Театр драмы. Два спектакля. Филармония, губернаторская елка. Мюзикл в оперном. Музыкальный спектакль в оперете. Путешествие в космос в театре юного зрителя. А еще теремок, кино и дворцы культуры. Новогодние каникулы для маленьких саратовцев и их родителей. Не отдых, а тяжкий труд. У подруг Анжелы и Натальи все каникулы уже расписаны. Сегодня они в оперном, завтра ведут дочерей в драму. В общем, ни дня без развлечения. Очень хорошо, нам очень нравится. Каникулы у нас распланированы. В таком городе столько просто у нас есть куда пойти. Разноразные. И дети, да, и цирк, и театры разноразные. Да, дети. Вы рады? Привлечь и, что еще сложнее, удержать детское внимание. Для всех театров сегодня задача номер один. Даже в зале малыши не отрываются от своих гаджетов. Им нужен этот экшен, то бишь постоянно меняющаяся картинка, потому что они привыкли это видеть. У нас сейчас жизнь в бешеном темпе совершенно проходит. Им нужно также на сцене, чтобы все менялось, переставлялось, сверкало и переливалось. Сверкать и переливаться будет почти до середины января. Во всех театрах по два спектакля в день. И несмотря на то, что, казалось бы, детей на все и на всех не хватит, билетов на новогодние представления уже в кассах нет. Анна Головчинская, Игорь Шишилин, Новости, Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова